Здравствуйте! Мы находимся в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе города Волгограда. У нас в гостях Леонид Яковлевич Наумов, ребенок военного Сталинграда. Несколько лет назад он стал инициатором установки Большого поклонного креста на остров Людниково. Когда и где вы родились? Я родился в 1928 году в окружной станице Улюпинской в семье крестьян. Затем, когда проходила чистка рядов коммунистов, комсоморцев, мы с мамой выехали сюда, в Сталинград. Мама устроилась работать на швейную фабрику. А я учился в 16-й школе. Первый класс пошел и доучился до 6-го класса. В 14-м году уже невозможно было учиться. Бабардировки были довольно сильные. И мы с мамой пошли через Волгу переправляться. Когда прошли больницу Лича, в это время произошел налет авиации немецкой. Была брошена им бомба. Я как мальчишка успела упасть раньше, чем мама. Она немножко замешивалась. Ее контузивало. Я когда глянул, она лежит уже. У нее пена застает. В это время проходила машина скорой помощи. Она подъехала, мама с тебя забрали. И повезли его в сторону города. Конечно, красавцы бурят туда. У него были Лича. А меня толкает в это время в спину мужчина. Говорит, ну что, будь ты стоишь. Видишь, вторая волна, сейчас будет бомбардировка. И мы стоим. И мы пошли мимо завода. Этот мужчина пошел в завод. Боковой дверь. А я пошел. Он говорит, иди прыгай прям через окон. Сраншевер. И вот я пошел куда дальше, дальше, дальше. И почти до вон я дошел. И когда я пришел туда, мне один, говорит, вот прячется вот в эту нору, показал куда. Я спрятался. И прошла бомбардировка. Доволь-таки основательный. Когда все это закончилось, немцы улетели. Но я так остался в этой траншеи, в этой щели, в которой я дам любого отпишу. Прошел я туда, там лежит шинель. Черт-чужая. Сухарики лежат, кусочки. Например, как здесь у нас, в районе инженерный корпус. Ну да, там, где находился этот штаб Людникова. Он разваленный. Потом встаю, лежу на Костеловне, уши скачу. Думаю, как же быть-то, что я есть, я никто. А мне в это время 13 лет исполнили, не исполнили, еще 29 августа. Смотрю, а за бревы выходят. Я тут запахну харчами. Я туда прошел, встал и стою, как стол. Оттуда выносятся, выхнули, солдаты. Я с речмешками вернулась по окопам, по траншею. Старшина. Зубпила ему называли. У него было 4 треугольника. Наверное, на петлице. Мы называли мальчишки. Зубпила. Они же вот так, 4 штуки. Чего стоишь на меня? Кушать хочешь, я жмусь. Ну, 13 лет. Ну, че я там? Надо следующий, я не набрался никакой. Ну, подожди, сейчас. Выходит, ждет мне полбуханьки хлеба. Кусок масла там лежит. Салат с кусочком. Кесаха. Я пожевал, ты что-то делал. Так, ну ты ко мне поешь, подходи. Я подхожу. Он мне вытаскивает, видишь, мешок, солдатский. Завязанный, загруженный чем-то. Значит, я имею в виду, что у тебя здесь патроны, у тебя здесь, 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 эти все, мины лежат. А вот на веревке метров на 10, а на 5 от меня, там, взрыватели отдельно были, упакованные. И я говорю, вот иди, и предпоследнюю, траншею дойдешь, туда, и там, передашь, солдаты. Ну я пошел, когда я полз, наблю, по-пластунски. Ну, пули нет, нет, взрыв нет, нет, тут там, тут там, тут там. Все, на дороге, чья-то тоже виноват, с луканом. Весь этот самый, земля вся черная, открою. В одном месте, прям неприятно, может быть, чуть плохо было мне самому, внутренности, ближе разорванные, видать, кого-то от взрыва. Дошел я, значит, солдаты, давайте к нам, к нам. Мальчик, давай к нам. Ну, я подошел, отдал мешок, они мне отдали, зубы пустые, иди, возвращайся назад. Ну, я возвратился назад, говорю, так, мешок отдал, иди, отдыхай. А вот, ты консульный пауз, надо вот так открывать, не дал мне, с чем открыть. Иди, закуси. Через час, пока отдохнешь, пойдешь дальше. Ну, вот таким образом, через каждую полтора, часа, два, я где-то все сделал, в этот раз, три ходки. Вот, ты же на брюхе, ползти, вот где, инженерный код, или, ну, да, где этот самый, бывший дом, директора завода, знаете, развалили вот этот, вот от него, и туда, где, как бы, чуть не до стены, заводит баррикады. Вот сейчас-то, все развалили, там, вы видели, были цехоматологические, а их и раньше не было цехово. Я до первого, к этому, до полц, так, ну, что у тебя там? Ну вот, я не знаю, что там, ну, все, я сейчас это не для вас. Ты сам-то ел, я говорю, да мне подкармливают, ну, хорошо тогда. Ну, все, забрали мешок, мне, ну, что это? И я, значит, самый, опять назад пошел, по этим, в эстонский, ну, земля, земля вся пропитная, кровь была. Опять эти, открытые руки, падаются ноги, а вот еще для нас интересный вопрос, а где вы находились вне Сталинградской битвы? Ну, я здесь был, я в школу ходил. А где жили? Дом 2047, полосатель Добан называется, рядом, который находится, с больницы Личак и с парковой зоной, то есть фронтону, они стоят, к больнице Личак, а фронтон, фронтон, ну, вот, это самый, сбок, который, в сторону, вот, Багалина, здесь посадок, вот, дендрали, цветочинцы, и прочее, вот здесь. Леонид Яковлевич, а вот, как нам известно, вы выстроили крест на острове Людниково, а что или кто вдохновил вас на это дело? А, вот что, минуточку, скажите, что такое было? Тогда я с ребятами, с нашими казаками, пошел туда, вот, в район наш, вот, как он называется, вот этот, последний, туда, в сторону, вот, в эту сторону, в сторону станции, Благоград один, но туда я не дошел, там же где-то моя мама была, она, эти самые, траншеи копали, они, а уж как они копали, я там, я не могу, не знаю, а я с ребятами был, с нашими казаками, вот, два брата есть, вот, больные, вот, Витюшка, знаете, да, вот, два, Витя, самый старший у них, и еще, ну, они немножко больноватые, понял, о ком я говорю? Ну, да. У вас есть такие два, и даже три, по-моему, брата, и сестренка одна у них, вот, ну, это, я имею в виду, кроме их, я уже принимал сюда везде, когда надо было, что-то помочь нам, а в основном, там были казаки, с моей станицы, а я там, от станицы, баррикадные, баррикадный округ дотских кадоков, она сейчас существует, базировался я, там, в районе, этого, ДК Гагарина, и вот хор, который казачка, они тоже у меня были, находились, в моей, ну, как бы сказать, не в подчинении, а помогали мне, тоже самое, вот хор, ансамбль казачьих, вы знаете, да, вот так, и вот там, когда посмотрел, я, в это время ставили, ставили там крест, такой же, какой мы здесь поставили, как же это называется район, последний у нас, в Вородичи, в Вородичинском районе, должны были поставить крест при нас, мы были, смотрели, и батюшка, вернее, Герман выступал там, это по его повелению, крест устанавливался, такой же, как и на отце Юленикова, ну, немножко там, по благороднее, что-то вроде сверху было, гирлянды какие-то металлические сделаны были, когда он поставил этот крест, в это время противники нашлись, которые, не приемли православную веру, атеисты называют они себя, недовольки в жесткой форме, и вывели из журнавесия отца, батюшка Герман, и заставили его, чтобы крест он выкопал, и здесь вот, представьте себе, что крест поставили, все здесь хорошо, в это время поступает команда, и опять работа пошла, его выкопали там, и если бы обратили внимание, на левой стороне, через дорогу, стоит крест, чтобы вас обратили внимание там, где городище, а он на дороге там стоит, вот этот крест должен был стоять, городище, но так как нашелся человек, он потом уехал в Израиль, у него там была небольшая грудка, ну, оружие небольшое, там девушка, звонили девушку, стоит девушка самая есть, по-моему, да, да, должна быть она, на грудках, железо, мины, винтовки, снаряды, бомбы, это куча такая, и она стоит, и он доказал как-то, сумел, такого человека, как Герман, заставил его, крест выкопать, ну, и он не Герман копал, там люди были, и пересли его, вот от дороги, если вы, что вы видите, стоит крест, вот этот крест, который стоит, был здесь, я когда посмотрел на всю эту картину, запомнил, ребята, вспоминать, что-то здесь, чтобы было на ваших глазах, только об этом не распространяйтесь, договорились, договорились, все, вперед, и вот, когда я вернулся оттуда с этой самой, с этой, по, ну, как назвать, не поездка, вот этот поход, к кресту, и я решил, ну, что же такое, ну, как же быть там, где же, откуда он крест взял, я уточнял, оказывается, крест, на территории нашего завода, в южной части, на одном из заводов, его сделали, я нашел директора завода, там, договорились, согласен, у них есть еще такой крест, вот тот, который у меня стоит, уже на острове Людниково, договорились, все это дело, чтобы этот крест подарили нам на острове Людниково, где вы, наши доставить, 10 метров высота, размах этих, крылья, вон, какие, большие, то есть, нужны деньги, 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 ну, договорился, я насчет денег, все, все нормально, и как в последнее время, уже идти за крестом, за этим его здесь, этот человек, который спонсор, обещал мне, где финансово, он заболел, в этом время, в этом время, от Аману, как бы, селезнев, селезнев Виктор Николаевич, Виктор Васильевич, Виктор, Виктор Васильевич, по-моему, я у него, я у него, уточнил, как, туда и прочее, вот, он, если ты не найдешь, то я, уже нашел, а у него, оказывается, станицы есть, последние туда, к югу, к южной стороне, станицы, это бывший, бывший был, лагерь тюремный, а тюремщик, как правило, значит, так с удовольствием, так и выполняет работу, как что-то связано, могилы, окрест особенно, значит, то есть, у них понятия, часть грехов, пишут на этом деле, какие они заработали, на своей, непристойной жизни. И Селезнев оттуда вывозит, но у них все есть, и моноливозы, машины большие, большого размера, и люди есть, ну, зэки же сами, зэка. Хороший, они привезли сюда, и здесь его поставили, но, когда, когда его еще ставят, и очень многое намочилось с этим представителем, как его фамилия. Он атеист, до глубины души, противник крестов, и прочее, Богу не верит, никак не мог я ему говорить, чтобы он дал добро, чтобы на этом месте поставить крест-то, долго я с ним. Я даже неделю целую ходил к нему. Потом, в конце концерта, мне надоело ходить, я прихожу к нему с бумагой, подготовив, я говорю, вот пишите, что вы пожелаете. Отказ, значит, отказ. Если добро дает добро. Ну и мне написали отказ. После везда, Виктор Васильевич молодец. Он это дело сделал и привез крест сюда и поставили его вопреки всем. А его дочка написала книгу «Клик у меня здесь» о том, что я давно бы нашел вот эту мысль, чтобы крест поставить здесь на улице Южникова. И, наконец, это осуществилось. Крест поставили, освятили. Это все есть уже в документальном, документальном. А тот человек, который мне отказывал. Упорный. Вот сейчас вторая очередь идет у нас в 1942 году, когда меня отсюда вывезли от сутсву Южникову. Но мама меня нашла. Я жил один здесь. Отчим мой был. Я с отчимом уже жил. Отчим моей мамой. Был у нас еще братишка у меня, но она умер. Черт наелась такого и жила так. И он умер. Отчим был до уничтожения десанта немецкого. Мастеризненного бугрей. А маму забрали в это время туда на эти самые на противотанковые рвы. Тогда в боях. И со школы забирали и прочее. Ну, как там, какая она была ритма, я ее вот здесь вспоминаю. Она такая вот, как вы. Ну, нет тех, бибицца. Если есть женщина, то крупный, крепкий. А мамка моя такая была. И не больная. Ну, например, у вас такая. А какую роль в вашей жизни сыграла установка кристалл? Ну, как, вы знаете, во-первых, установка кристалл. Сама церковь Кронштадтского. Кронштадтского. Отец Елисей. Ну, как вам сказать. Укрепили мою веру, которая была у нас. Почему? Потому что казаки верующие, но есть из них какая-то отдельная часть, возможно, и неверующих. На основном это все верующие люди. Они в бой уходили с верой. Молились. Богу просили, чтобы помог победить врага нашего. Ну, и в какой-то мере это помогает. И я вот даже открою вам секрет. Мама с этим сынком. Мы столько искали мои ключи и забыл. Теперь дальше я найду нигде трудовой книжку и документы вот на эти железки на мяч вот все. Наградные и удостоверили. Я там все перекопал. Раз перекопал и столько времени искал, и точнее не спал. Значит, возбужденный я иногда мог что-то высказывать и нелестный. Михаил просыпь мне, бог, самую такую. Ну, я был без мата, но все равно он. Ирина Тепанович, а вот почему таких больших размеров крест на острове Людникова? А я становлюсь плохо. Нет, это хорошо. Ну, вот ты видела. Это очень даже хорошо. А вот почему крест стоит именно на этом месте? А вот здесь рассчитали так уже люди, из божественных людей, где он поставил. Во-первых, там у меня стрелы стоят на 200 лишних погибших бойцов. Это вы видели, да? Вот. Это осталось за мной, как бы. А вот то, что Селезнев привез, а тут крест, не я сам реализовал, а он. Он сюда говорил, так, крест мой, а плита мраморная это твоя. Это же он себя определил. Вот у меня книжка есть, мне подарила моя племянница. Там как раз Резерв пишется, там пишет его Леночка, дочка, о том, что я дов... То есть она так, не просто, ну, как будто я читаю, и кто-то другой будет читать, что что-то кого-то шевелилось было, привезти его надо. Но нет того, некоторые, если что-то сделать, он так, что раз пишешь, будь здоров. Ну, у меня книжка здесь, я его оставлю почитать, потом заберу. А какое состояние души было при установке? Я могу сказать, что с тех пор, как я насмотрелся в 42-м году на погибших людей, погибали, причем был один момент таков, когда со стороны Красного Октября, вот где школа вторая, показалась группа немцев, а впереди и были такие вот девчата, ну, постарше вас, женщины, раздетые, а занявшие нет, то есть они хотели на тропах или прикрываясь этими молодыми девчатами и женщинами, чтобы остановить сопротивление наших бойцов. Сопротивление было огромное, чувствуется подъем защищать Родину, высокий был солдат. Они же не дали ни пядей не пройти ни разу. И, короче говоря, я вижу, что делать, как-то дозвол, чем-то, ком-то, зачем, тем, что, их надо убивать. Кому? Немцы не тропнули, что они за ними идут. Реально, это сзади? Ну, наши коллеги же, наверное, постреляли. Почему? Потому что, ну, выхода нет, девочки, нет выхода. Иначе они прорвались бы на этих самых, тут передний цепь наших солдат сломили бы. Я уж как бы дело там пошло, не знаю, но стояли на защите, как говорится, по-большому. Кто из ваших родных или знакомых участвовал при этом событии, вот когда крест ставили? Нет, но здесь у меня были только лишь ребятишек, которых вы знаете, были потом, казаки мои, принимали участие в станице Баррикадное. Она здесь есть, такая станица. Я атаман с этой станицы. Одношкольники мои были здесь, когда восстанавливали его. Она родила очень много приходила. Но с тех пор, как начали вспоминать о кресте, и меня приглашали, вроде бы, но мне не давали никогда говорить. Понимаете, я только рост раскрою, я не такой же оратор, для того, чтобы говорить, и все шло, что хорошо. То есть я должен получить какое-то нервное возбуждение. Вот тогда у меня и слова, и все прочее, и погнал, погнал. А здесь пригласили, стоят ветераны, но я же тогда, мне было 13 лет, 23 августа, 22-й год, август, сентябрь, клябрь, где-то в ноябре, что ли, вот так меня вывезли на этот самый, как она называется, на остров? Для Николаев? Нет. Озеро Льсо. На Альбертон, где потом была уже вторая эпопея, что немцы налетели, 1400 человек было уничтожено немецкими асами, ташистами. А сколько вам лет было, когда вы устанавливали этот крест? Этот крест я уже большой был, я вооружил. Война закончилась, уже мирное время было. Винитя Апович, вот мы знаем, что крест очень большой, но нам бы хотелось точно узнать, каких он размеров? 10 метров высота его, а вот от него уже, вот какой размах будет самих, вот этих половин. Ну, вы там можете у батюшки спросить, они могут знать, потому что они же освящали его, крест. А хотели бы вы еще раз прожить этот момент? А кто не хочет? Вот даже сейчас, когда стал к нас с удовремя Льдон, там уже было поставлено ранее. То есть вот, когда вывозили меня по желанию, нас тормознули по одну черную льдону. Это же разметок, это железная дорога, это была высшая на ход отечественной войне. Она была, она была секретная, потому что старый Благоград один, нельзя было, пожарные даже бомбили и по-страшному. Поэтому вот и сделали эту дорогу, но не знали, что она секретная была, но в чем это работает? И потом это не так уж далеко из дома, и самолет полетает. Ну, как раз они выбрали такой момент солнечные деньги, вниз-под солнца вылетели, пошли в атаку бомбить, и шелом, и шелом здесь разметали. В это время была погода очень хорошая, то есть осень была теплая, хорошая, и травы были, высокая трава, так люди, которые выскакивали, раненые, падали, сгорали в этой траве. Вот какие какие были ужасы. 1400 человек уничтожили было немцами. Вот такая картина. Ну, потом нас дали возможность с нами добро, и мы поехали на Саратов, на Саратов, на Восток, на Новосибирск. А сколько лет вы устанавливали крест? Ну, собирали документы. А, вот этот, который у нас стоит? Да. Хочу сказать, вот, ну, все, полгода, потому что крест уже стоял, и мы все документы были, мы знали, откуда крест. Кто сделал, нашел, и городский завод один сделал. Вот, и кто этот директор завода? А не было затруднений с установкой? У меня были затруднения с деньгами. Я вывозить оттуда не мог, но где такие деньги, деньги же большие надо. Моя была работа в чем? То, что я письмо написала, потому что я кругом пробивала все, чтобы это самый, а старший начальник, который был атеист, глубокий атеист, он мне не давал вас вставить совсем. И потом я уже по месяцу жил, по месяцу, полтора месяца к нему ходил, как на работу прихожу, сижу, ну, заходи, опять пришел, пришел. Я говорю, извинилась, да ты знаешь, что я начинаю такие вот у него разговоры, я говорю, ну, знаете, что, хватит тянуть, вот бумага моя, пишите, что вы можете написать положительную значит положительную дай бог, здоровье вам, если отрицательную, то тоже дай бог, здоровье вам, и можно, я бы сказать, это все плохое. А в каком году был окончательно установлен крест? Сейчас вам скажу, да, ммм, крестятый, восемь шестого, кажется, если не все, да вот у меня книжка здесь есть, можно посмотреть, книжка, которая была для Павла, там есть все эти дела, причем, что характерно, что таких людей, которые он попривез сюда, Серезов, или, привлек, такой, как Охромеев, вы, наверное, слышали, знаете, да, вы его положительное, можете отметить, или как? как Охромеев. Это потом, потом, сейчас это самое. А вы видели своими глазами Ивана Людмикова? Ну, их там много выходило, генералов-то. А какой из них, ну, это, понял, кто из них видел. Раз как-то. Причем, что характерно. Вот у них откос большой был, внизу, перед Волгой. Значит, где-то дровь была, наката, три-четыре, вот так у них, помимо грунта. Дроны, большие, огромные, дверь была тоже толстая. Перед дверью пески были, мешки с песком и вышиной где-то в два метра. Вышиной. Чтобы если бомб упадет, или снаряд, вон, ну, чтобы не нанести урона. И люди были за этой дверь. А дверь толстая была, Их там была одна, одна была видна. У них там было питание. Потом было, где питание было, ну, я имею в виду, хлебушек, там, шехарок, маслица, сальца, ну, все, все, что нужно. А там были гранаты, патроны, мины, мины для минлопат. Слышали такие минлопат? Ну, чуть-чуть, если. Значит, это что такое? Если миномет, самый вот этот, специальный, это металлическая труба определенной толщины стен, эта труба. Внизу, подпружиненный, ударник стоит. Снизу. О, нет, обрати внимание, как, спина пока. Пускай, ты сам отбирай, он летит и ударяется своим концом, центром, в тот боёк, который там, на боёк, а перекосыренный патрон. Ударяет, он стыд. То есть, поменяется, дает взрыв. Она выскакивает того, что, куда попасть, если, допустим, минометы большие, что там специальный визуальный, по, перератали, вертикали выставляют по противнику. А здесь с луками он идет, все, да. В землю воткнул, в металлическую трубу, она была, на шаре, вот он видит, куда большая. Вот он берет, значит, направляет. То есть, ему видно хорошо. Где немцы, недалек, недалек, поправочку делают. Отличная вещь была. Конечно, как руками, я не знаю, я не пробовал, не стоял. Ну, наверное, я все-таки горячий, на историю. не там, ни одну, ни несколько, каждый раз проходили, не говорят, не видны. Так что, ребята стояли здесь насмерть, там говорю. может быть, еще что-нибудь интересного расскажете? я добавил, как немцы, прятались за спины, женщин, молодых, в стране, школа вторая, от Красного Октября, прорывались. Это, вы знаете, тяжелый, я тут мальчишка соображал, что через них-то немцы не пройдут, но идут автоматами, а наши здесь только ворвутся, может быть, прорыв на этом участке. Ну, поэтому, наверное, их уничтожили, расстреляли. А вы же часто ходите на остров Людникова? Ну, как сказать, когда праздники бывают, приглашают, и я прикажу обязательно. Только я еще раз даю вам что свидетель-то есть, сказать что-то мне не разрешают пока. То есть, все уже время. То есть, ветераны, да и постарше, которые были в его месте, а мне нечего. Леонид Яковлевич, а вот нам известно, что вы казак, а вот вы родились казаком или же пришли казаческом? Нет, я родовой казак. У меня и мама, и папа казаки в Донске. Дедушка мой, маленький папа, он был в войсковом обвинющиком. Что это такое войсковой обвинющик? То есть, вот, а звание у него было одного обвинчика приказа и фейтер. А садировал большую семью. То есть, ну что получается у них? Каждая такая станица окружная, как у Рюпинской, серфимой, а что другие? Подолман, Кубан, и на Урале, так же. Свои были табуны лошади. И вот этих лошадей, то есть, раньше при царе было как? Пусть он и пехотный офицер, но он был обязан уметь обращаться с лошадью, стрелять с нее, шашкой рубить так же. И потом второй вопрос. Я одно время, когда посмотрел, думаю, показывали фильм, пиктура идет, царский, под их радом, сжажав. У них сзади и сказанная сам, машинель и сумка, а здесь винтовка, а то еще и тащат пулемет Максимку вдвоем. Одни тащат этот самый станок, а другие ствол. Ну, тяжелое положение. Я думаю, ну вот, пожалуйста, богатые на лошади, а бедные идут, упираются, а потом в бой. А, кажется, позже уже понял, что почему? Он же на лошади видит далеко. И потом второй командир должен быть всегда, отдохнув, чтобы мозги его соображали так, как и нужно. борьба начнется. Вот, правда, бойцов и защитников расставив в цепи. Кого, куда, чего, в общем, хотя, солдаты знают эту диспозицию, как надо. Надо командовать. Поэтому лошадь нужна. Значит, получается, что царский есть, значит, папаша. в эту санте офицеры встали. Приезжали куда, вот, на Урал, на Терек, сюда, вот, на самую Украину, за Воросом. заказывали себе эти самые лесунов лошадь. И дедушка мой объезжал этих лошадей, Ашгамаков называется, необъезженная лошадь. И объездка начиналась после двух лет. И он начинал, даже там, вначале клал два мешка с салом и по козу. Гонял на длинные, вози длинные такие. Вот он гонял, 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 пока мыло не пойдет с нее. Так, теперь вес увеличивает, 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 довольствие, довольствие, вес довольствие до своего веса. И садится сам. И вот туда пошел, причем в пахоту, пахота, чтобы не так удобно было лошади. Он накинутся вперед, он сидит, работает с ней с лошади. Она пытается как можно быстрее препятствия преодолеть. А где препятствия? В конце кортавра она сдается. Так же в мыле, все, туда он, на лошади, оттуда он идет, полок у него, и она плетется с ним, и он сам уставший. Вот этим достигалось почининие лошади человеку. Какие формы исполняют лошадь в это время. По команде она ложилась, по команде стрелять из-под нее мог. Из лошади. Лёна, поражений-то меньше уже, не то, как он на коне идет. И все, и лошади его, и он сам. То есть, это было очень продумано, И лошадь, которая готовилась под казачье светло, она проходила полный курс обучения, чтобы быть настоящей валерийской казачьей лошадью. И у человека, у казаков ценилась лошадь, дороже, чем кусок хлеба. Он может кусок личный отдать перед боем. Лошадь может сам не скушать его, а отдать лошади, чтобы она немножко подкормилась. Ну, какие условия? Есть условия, если сено есть, есть подкормят, то есть у них все. А если нет, а кусок хлеба есть у него, то хоть кусок отдать ей. Потому что, говорят, казак не должен скушать пайку хлеба, которая у него была, отдать своей лошади. Лошади, если она все в порядке, она и спасет, и в бою, и вынесет с боя. И даже так вот ранило его казака, он упал, лошадь походила, походила. Валерия вся прошла, она идет, она его знает, где он есть. Под него подходит, ложится так, чтобы можно было удобно этому казаку сесть на именно эту лошадь. Она ложится тоже и дает возможность ему. Казак, знаешь, подходит, цепляется, и уж как он там, чего она поднимается вместе с ним. Постоял, ну, пока себе это в порядок приводит. как он сидеть может и поперек. Вон быть, ее лошадь идет. Наша лошадь это было для казака. Он любил ее, и это его железь, которая спасала его казака. Короче говоря, вот все войны, которые были с турками, с немцами, кавалерия считала самые лучшие казачьи. Самые лучшие. Там, где казачий кавалерия попадалась, да, кстати, 15-й гвардейский казачий полк, им командовал мой дядь. Горшков Филип. Я по фамилии, честно, ребят, скажу, я-то Горшков должен быть, потому что у меня Яков Федорович, у меня отец мой Горшков. А вот этот отца моего брат, который командовал 15-й гвардейской. Это вот 5-й Донской, который во время Великой Отечественной войны, да? Да, 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 да. Вот как раз отца моего брата. Но моя жизнь не стала с ним, потому что, как бы сказать, его засосало вот это вот, ну, как это называется? Жлобство назвать, что ли? Ну, торговал он мясом, скот приезжал, закупали здесь, по дому, и везли его туда, на Востанкино. Востанкино. Да его все тут здесь резали и доставляли туда, а там уже и торговали в Востанкино. Мама, как увидела, а дядя Сережа, брат ее, родной, мой дядя, родной, они на углу. Кстати, бабушка моя была в дверечей фамилии Афина Гена. Леонид Ильич, вот еще один вопрос, а вот из бойцов дивизии Людникова кто-нибудь вот до установки креста дожил? Приезжали, нет? Приезжали. были на открытии и потом, да? Раз, только не приезжали. Раз, ведь они же пошли дальше, опять же, до границы. Они с границы отступали, для Сталинграда, с границы с боями, с жестокими боями. И так же с жестокими боями дошли до границы, ну, опять, ложились, погибали. Куда же ты денешься? Время такое тяжелое. А был здесь, у меня где-то в газете есть фотографии, есть его, я привезу как-нибудь вот. Как они отнеслись к установке именно креста? Ну, как положительный. Положительный. Не то, что этот самый ажар Петра Великого, который запрещал ставить. А я так сужу, думаю, вы бы ты в этих рядах, когда пазы на брюх по-насумству, а сверху поливали. И все равно это и артиллерия и пехота даже. Но земля была черная от крови от проездников. Ну, я говорю, что вот подозр, то нога попадает, то рукачет. А вот особенно неприятно было, когда кишки, никого, видно, попало в желудок, и вот кишки неприятные ощущения были. А потом привыкли. И запах соответствующий разносился. Вот это трубный запах был уже, хотя холодно уже начиналось, холодок. Так что здесь крови были пролезы очень и очень много на этом осуществлении. но не трогнули наши солдаты. Мы трогнули нас вели и положили их отдыхать в море. Вот жалко, мне кажется, тех ребят, которые подошли в рельсоне. В 5 числа поедем, там уже стоит Стелла, плита на Головной. Там памятник стоит у нас, у баррикадцев заводной рекады, и, кажется, в Тябрце тоже памятник стоит. И раздревает и железная дорога новая, которую построили. Сколько погибло от Красного Октября, я туда и ходил, и просто сам не шел. Прямо через дорогу. Дорога проходит, возле то, по этой сторону лежат наши баррикадцы, погибшие. А по той сторону видно так, что это есть там похороненные эти. Ну, то, какие-то Стеллы. я не доходил туда. Мне было достаточно здесь, нагляделся на них уже второй вот так. Я бумаги разносился, и на Красный Октябрь приглашали, что приходили праздники 2 февраля, разломные негативы под Таранградом. Я не приносил пригласить меня, но не знаю, я же в лицах никого не знал. А наши все время здесь собираются и отмечали праздник. Спасибо большое, Леонид Иванович. Для нас. Приходите на мишу. Я какой-то, вот честно говоря, когда я искал при нем, вот он видит, я всю ночь искал то, 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 никак не могу найти. Пропали у меня куда-то, то, давай, камешка и вот на все железки и уставления. Уставления надо родные делать. Вот эти, вот эти вот, вот эти все и эти здесь есть которые немножко отличаются от этих вот это вообще здесь есть. но я хотел взять и не мог найти. Я переверил, Все переверило, не получилось. Короче говоря, девочки, так что вы занимаетесь и делаете большое дело. Честь вам и хвала, и дай бог вам всем здоровья, всем, кто присутствует, и продолжайте это делать. Вот я еще раз говорю, как только захожу, легче, как только, вот понимаете, необъяснимое, что это, 3 часа месяца на душе. Вот, и я когда к вам пришел и не говорить, не хотелось, он свидетель. У меня все так кипело, ну как так, в своем доме, я не могу найти. А у меня кучу, он видел, бумаг там вот, понимаете, как на свалке, видно, и на постели, и, помимо всего, бумаг-то много, ну, много я использовал за одно время. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok